Добрый день! Как это не удивительно, но сегодня мы рассмотрим скьюб от компании Мою под названием АОЯН. АОЯН в магнете куб написано на коробочке. Дизайн хорошо нам знакомый по серии ГТС, Вилон ГТС-2, в таких выходил. Надписи Мою Кубинг Дрин. Здесь всякая информация. Код товара YJ8203. Мы видим, что голомка разработана еще когда у YJ и Мою сотрудничали. Коробочка с магнитной крышкой. Внутри скьюб, аксуары и бокс. Достаем все это. Так, ну для начала скьюб и бокс. Такой же был во всех Вилонгах. ГТС-ных здесь, напомню, можно поставить как-то так. Так, внутри. Ну и еще можно взять вот эти вот элементы. Собрать их здесь. И получить вот такой вот монумент. И можно сверху установить скьюб. Ну, это в сторону. У меня здесь сразу установлены крышки с углублениями. В боксе для аксуаров есть и остальные. Вот, все это хозяйство. Изначально скьюб поставляется с плоскими центрами. А здесь есть логотипчик. Ну, я их, естественно, снял и поставил крышки с углублениями. Но они есть, вдруг кому-то это нравится. Карточка. Инструкция, как собирать подставку. Инструкция. Даже не открывал ее, если честно. Как собирать скьюб. Ну, кому это надо, действительно. Еще карточка. Запасные магнитики. Вот такого не размера, кому интересно. Все одинаковые. Ну и отверточка, которая отправляется, естественно, на кладбище отверток. Комплектацию рассмотрели. Ну, куда интереснее сам скьюб. Для сравнения, я здесь уже подготовил скьюб от компании Cyclone Boys. Это X-Men. И скьюб от компании Moe, который был до этого. Но сразу скажу, что обычный мой Magnetic Cube мне никогда особо не нравился. У него слабые магниты. Но это не значит, что он плохой. Просто он не нравится мне. Это был один из первых магнитных скьюбов. Наравне с магнитной пирамидкой от компании Moe. Все они со слабыми магнитами. И не очень мне пришлись по вкусу. Поэтому отложим. Рекомендовать его я, естественно, не буду. Дальше Cyclone Boys и X-Men. X-Men долгое время это был мой основной скьюб до того, как я приобрел, собственно, Aoyan. Именно X-Men я собирал на всех WCA чемпионатах. Начиная с 2017 года, а их было несколько десятков все-таки. В 2017, 2018 и 2019 годах я старался, чтобы в среднем было чемпионатов 10 в год. Но в 2020, сами знаете, не вышло. И на этом скьюбе у меня на таймер откручено более 5000 сборок. Хотя я не считаю себя скьюбером и тем более тем, кто его очень хорошо собирает. От Sclan Boys бюджетная версия, которую я рекомендую тем, кто хочет купить себе первый скьюб. Немагнитные скьюбы я никому никогда не рекомендую. Так вот, зачем мне Aoyan? Откуда он у меня взялся? И почему я сейчас записываю это видео? Ну, все знают, что на быстрых головоломках 3х3, 2х2 пирамидка скьюб. Я стараюсь перед тем, как записать анбоксинг, открутить 1000 сборок. И вот, я открутил. Я не скажу, что мне не хватало в чем-то X-Men. Совершенно отличный скьюб и он актуален даже сейчас, несмотря на то, что ему много лет. Но на чемпионатах мы часто виделись с Владиславом Кожиным, известным национальным рекордсменом по скьюбу. И такие дружеские пари иногда делали. Например, он ставит национальный рекорд, я кручу 1000 сборок на скьюбе. А когда-то я собирал только новичковым методом, вот такими вот пиф-пафами. И собирал в районе 16 секунд. Ну, 13,5, по-моему, у меня лучшее ВГ было. Ну, и мы договорились с Владом, что если он ставит национальный рекорд, то я научусь делать нормальный пиф-паф и сделаю сотку САП-10. Сказано, сделано. И вот так у нас и пошло. И с каждым его национальным рекордом я крутил либо 1000, либо устанавливал какое-то новое значение по среднему времени. В итоге у меня стало меньше 8 секунд среднее время по скьюбу. Как раз к 5000 сборок это случилось. И крайний раз мы договорились, что если он ставит национальный рекорд, то я куплю Ауяна. И я его купил. Да, Влад обещал, что с Ауяном мои результаты станут еще лучше. Ну, возможно, бои стали, если бы я продолжил тренировать скьюб. Но нет. Я тогда открутил на нем сборок 700. И вот сейчас оставшиеся сборки до 1000 докрутил за пару дней. Голомка и на тот момент была не новая, когда я приобрел. Поэтому необходимости срочной съемки видео не было. Да и все время что-то находилось более интересное. Так что запись этого видео откладывалась, а значит и откладывались о сборке на скьюбе. Ну и целый год нет чемпионатов, по крайней мере у меня. Поэтому скьюб я не тренировал. А зря. Это очень интересная, приятная и быстро качаемая головоломка. Мне больше нравится форма именно с вогнутой внутренней частью. Как и X-Men слегка вдавлен внутрь, так и Аоян имеет вот эти вот впадинки. Это удобно для хватания пальцами. Не соскакивает. Я не скажу, что циклон бой собирается как-то хуже и он чем-то плох. Да нет. Просто после этих скьюбов он кажется немного выпуклым. Но опять же это дело привычки. И на этом скьюбе можно собирать ничуть не хуже, чем вот на этих. Некоторые топовые сборщики предпочитают как раз циклон бойс. Я их вполне понимаю и всем рекомендую от циклон бойс, кто только начинает знакомиться с этой дисциплиной. На данный момент есть вообще только три актуальных модели, которые можно приобретать. Самый бюджетный циклон бойс, подороже X-Men, самый дорогой Аоян. И почему же все-таки? Все-таки почему именно сейчас я решил это видео записать и опубликовать? Все потому, что компания Ган выпускает свой скьюб с магнитной крестовиной, который будет самым дорогим и который я обязательно куплю. И скорее всего я опубликую именно это видео в тот момент, когда уже закажу себе Ган с кьюб. Ну или плюс-минус в этих днях. Я пока еще не знаю цены, но он явно будет дороже, чем Аоян. Но пирамидка от Гана была шикарная. Она и есть шикарная, поэтому с кьюб точно будет куплен. Ну а теперь вернемся к Аояну. Простите за это долгое отступление, но давненько не было классических скьюбов у нас на канале. Чем хорош? Просто отличный скьюб, которым можно собирать на уровне национальных и мировых рекордов. И в принципе, наверное, лучший скьюб. На уровне мировых национальных рекордов можно собирать на любом скьюбе из предложенных. У меня за 5000 сборок вот этот ни разу не разлетелся. Это X-Men. Ну, Циклан Бойс я собирал не так много, но с ним все в порядке. Аоян имеет один такой недостаток. Он слегка вот так вот щелкает магнитиками. Это никак не влияет на сборку. Но чисто эстетически. Может кому-то не понравится. Я как-то особо не придирался к этому, так как собираю все время, у меня включено какое-нибудь видео, что-то смотрю, какие-то звуки есть. Но при желании магнитики можно подклеить. Этот звук возникает из-за того, что магнитики не приклеены и они как-то шевелятся в своих слотах. А так, отличный, замечательный скьюб. Давайте разок соберем. Я собираю методом средней Сары. Сейчас повезло. Давайте еще разок. Среднее время, как я сказал, на X-Men было 7,5 секунд. На Аояне 7,51. Не удалось мне сделать сборку лучше. Ну, сотку лучше. Но только потому, что я просто перестал крутить скьюб. И сейчас я полгода не тренировал скьюб, как минимум. А если посмотреть по таймеру, там последние сборки были в апреле. Даже больше, чем полгода было. Ну, могу ошибаться. Ну, так вот, я думал, сильно просядет мое среднее время. Но просело не сильно. В районе 8 секунд вот эти вот пару сотен сборок я сделал. Ну, и крайняя сотка была с Аб-8. Что, в принципе, допустимо для моего уровня. Давайте соберем еще разок. Какого-нибудь, допустим. С красного. Так. Так. И так. Отличный скьюб. Но я сейчас рекомендую немножко подождать. Если вы хотите топовый дорогой скьюб, то рассмотреть еще и Ганн. Но опять же, я его куплю. Сделаю на нем много-много сборок. И отдельный анбоксинг выйдет и про него. Если же вам нужен скьюб подешевле, то можно выбирать любую модель для каждого ценового диапазона. Самый дешевый, подороже. Самый дорогой, без учета Ганна. Все хороши, на всех можно быстро собирать. Покупать скьюб хуже, чем циклон бойс, я крайне не рекомендую. Да и купите вы его примерно за те же деньги, что и циклон бойс. Но этот скьюб уже топового рубня. Он достойный, он хороший, он отличный. Как и все три этих. Просто по форме, если у вас нет пожеланий к вогнутой форме или выемкам, то циклон бойс будет идеален. Ганн, судя по той информации, которая мне есть сейчас, тоже не будет вогнутым. Будет классической формы. И, ну, я сомневаюсь, что он будет плох, учитывая опыт с пирамидкой, которая тоже классической формы. Никаких изменений формы там не было. Так что посмотрим. Ждем продаж Ганна. Ну, если видео вышло, то, скорее всего, я его уже купил. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова